Не сметь спасать собственные дома. Как нам потом деньги воровать на средствах, выделенных на преодоление последствий наводнения? В то время, пока сотни тысяч домов в разных регионах пострадали от талых вод и отсутствия качественных дамб и плотин, Минприроды России призывает россиян не возводить собственные дамбы. Напомним, что 17 апреля жители Тюменского села Пахомова самостоятельно построили дамбу, чтобы спасти свои дома. Однако приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал разобрать по-хорошему, так как жители имели неосторожность один край дамбы прижать к дому одного из подчиненных чиновника. А холопы поселка под Оренбургом потратили пять дней, чтобы построить собственную дамбу, которая спасла их от затопления. Никакой помощи от властей они не получили. А дамба протяженностью почти два километра в итоге обошлась в 420 тысяч рублей. В Ставропольском крае упал российский бомбардировщик Ту-22М3. Местные власти отметили, что на земле жертв и разрушений нет. В социальных сетях опубликовали кадры падения самолета. Министерство обороны России подтвердило падение бомбардировщика Ту-22М3, который возвращался на аэродром после выполнения некой боевой задачи. Как сообщает ведомство, предварительно причиной крушения стала техническая неисправность. По словам губернатора Ставропольского края, двух летчиков нашли и эвакуировали. Еще одного ищут спасатели. Четвертый погиб. В Главном управлении разведки Украины заявили, что воздушные силы сбили российский бомбардировщик во время совершения ракетной атаки против Украины на расстоянии около 300 километров от территории страны. Победим. В федеральном бюджете России в 2023 году доля закрытых расходов составила более 22%. В абсолютном выражении это более 77 миллиардов долларов. Это рекордные показатели. Эти деньги – расходы бюджета, которые власти решили скрыть. Не раскрывается министерство или ведомство, которое будет тратить деньги. Чаще всего закрывают расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Стоит отметить, что даже открытые статьи трат на силовой блок в российском бюджете прошлого года были почти втрое больше, чем объем трат на всю национальную экономику. В 2024 году закрытых расходов в России будет больше. Согласно закону о бюджете, такие траты составят более 26%. Это абсолютно однозначно. Парады и празднования ко Дню Победы отменяют в российских регионах. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курске и других городах региона акции памяти планируют провести онлайн. Жителям предложат вывесить портреты воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей. Похожая ситуация и в Брянской области. Там власти проведут концерты, однако парад и запуск праздничного салюта не состоится. Это объясняется высоким уровнем террористической опасности. Парады также не состоятся в Белгородской, Рязанской и Псковской областях. Все отмены объясняются ображениями безопасности. Напомню, в прошлом году празднования Дня Победы не состоялись в 23 регионах России. Представляете, кошмар. Освободителя, который вернулся из Украины, обворовали и украли все, что он наворовал. Даже самое святое, самое ценное – унитаз. Разруха, все разбросали, теплый пол весь повырывали, блок с него сняли, вырезали. По большому счету дома не осталось почти ничего. Не-не-не, Саня, вообще не так. Твой дом превратили в то, во что ты превратил чужие дома. Вот так будет правильно. Эта комната осталась в том же состоянии, в котором она была после грабителей. Хозяева дома пока не успели здесь убраться. Поехал в чужую страну грабить чужие квартиры. И теперь сам оказался ограбленным. Это карма. Как видно, преступники сломали здесь диван, разбросали игрушки, другие вещи. Общий ущерб от ограбления пострадавший оценивает в более чем 1 миллион рублей. Самый дорогой ущерб – это был автомобиль, дизельный генератор, дизельная пушка, то есть весьма дорогая. Саня полторы тысячи километров. Через 36 блокпостов этот генератор тащил. Специальное окно ждал на российской границе. А его взирасы украли. Вопиющая несправедливость. На нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов рабочих находилось, и дорогого, тоже качественного, тоже это все вынесли. Но вынесли уже, залезли они сюда повторно. То есть уже после следователя, после всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно, они повторно зашли. Вон то помещение, которое у нас на участке находится, вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали в первый раз. Не забрали, Сань, не забрали. Отрицательно подарили. Это спецоперация. Пока Саня третий год берет Киев за три дня. Его квартиру взяли уже дважды. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью, весну детей переодевать, а одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали. Но этим не закончилось. Они сняли унитаз. Ты смотри, на самое святое руку подняли. От бессовестное. То есть, зачем, для чего? Потому что, ну, потому что, потому что, потому что потому. Один момент интересует. Где мораль? То есть, я убываю добровольственное СВО, то есть, я воюю в чужой стране. Где мораль, никак не может понять Саня. Я поехал в чужую страну грабить, а меня ограбили дома в моей. Я унитаз домой притащил, а у меня унитаз украли. Я генератор этот 50-килограммовый на спине еле-еле по блокпостам дотащил. А у меня и генераторов залезли, украли. Где мораль, непонятно. Я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику. То есть, за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что меня вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. То есть, где мораль? Ну, чушь какая-то. Тайский край, город Барнаул. 11 апреля. Военная служба по контракту. Уже 505 тысяч обещают. Только служите. Только умрите. Вот оно. Растем, растем, экономика впереди. В Краснодарском крае. При подписании контракта обещают уже 1,4 млн рублей. Сначала закончились те, кто готов продать свою жизнь за 200 тысяч. Сейчас заканчиваются те, кто готов продать свою жизнь за 700. И путинское ОПГ повышает ставки до 1,4 млн рублей. Ничего личного. Просто бизнес. Повторяю, не призывников, не тех, кто призывается на сборы. Мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. А! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok